Всем привет, друзья! Меня зовут Леонид Макаров, и сегодня я решил проверить бюджетный автосканер ELM327. Это достаточно популярный такой вот автосканер, его можно купить в Вилмарте начиная от 700 рублей до более. На Алике его можно, по-моему, даже дешевле взять. А также мы сегодня посмотрим автосканер-анализатор степени заряженности аккумулятора. Давайте же начнем. Итак, данный автосканер мы протестируем на сразу нескольких машинах. Давайте же установим. Находим диагностическое отверстие и вставляем туда наш сканер. Теперь нам нужно скачать специальную программу для автосканера. Я скачал самую популярную Torque. Вот так выглядит эта программа. Здесь мы видим приборную панель, считывание ошибок, обзор на карте, результаты испытаний. Для начала видно, что у нас мигает машинка. Это значит, что наше устройство все-таки еще не подключено. Мы заходим в настройки. Настройки адаптера OBD. Тип подключения проверяем, чтобы был Bluetooth. Устройство OBD 2. Смотрите, машинка перестала мигать. Это значит, что у нас все подключилось. Здесь мы сейчас смотрим оборот. Вот. Подскочили до 2000. У нас сейчас интересуют ошибки. Считывание ошибок. Для этого мы нажимаем обновить. Смотрим, есть ли у нас ошибки. Смотрим, у нас две ошибки по трансмиссии. Давайте же можем сразу поискать в сети, что это у нас такое. И открываем, соответственно, через браузер и почитаем. И эффективность подогрева катализатора ниже порога. Эффективность системы катализатора ниже порогов условий. Двигатель работающих в условиях. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче говоря, систему, мне кажется, вы должны были уже понять. Таким же образом здесь мы можем взять и сбросить ошибки в ЭБУ. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сбрасываем. Вот, соответственно, у нас тут нет ошибок. Кто меня не может не радовать. Еще хотелось бы рассказать, что здесь всякие есть дополнительные флюшки. Например, результаты испытаний, графика. Можно отслеживать себя на карте. То есть можно пройденный маршрут и какие-то там испытания делать. В общем, я еще пока не разбирался, но мне кажется, это достаточно интересно. Протестируем диагностический автосканер-анализатор степени зарядности аккумулятора батареи и напряжения заряда с генератора. Выглядит он вот так вот достаточно просто и, на самом деле, кроме как самого вот этого вот анализатора, который вставляется в прикуриватель, и нету. Соответственно, здесь мы видим лампочки напротив батареи. Нормально заряжено, разряжено, сильно разряжено. Соответственно, генератор, высокое напряжение, нормальная зарядка и низкое напряжение. Давайте же проверим на примере моего автомобиля. Такая штука будет сигнализировать вам о заряде вашей батареи и о исправности генератора. Больше особо сказать нечего. Мы сейчас проверяли это все на Mitsubishi Carisma 2003 года. Ошибки мы нашли, стерли. Давайте же попробуем на другом автомобиле. Соответственно, здесь мы проделаем все то же самое. Для начала давайте проверим, как функционируют генератор и батарея. Все в норме, но смотреть достаточно неудобно. Соответственно, машинка перестала у нас мигать, значит, у нас все подключилось. Проверяем. Обороты у нас сейчас 1200. Нажимаем на газ, обороты подскакивают. Нажимаем на считывание ошибок и нажимаем обновить. У нас нашлась одна ошибка, опять же, по трансмиссии. Давайте посмотрим, что это обозначает в интернете. Соответственно, мы видим код неисправности и читаем топливный насос А, низкий уровень цепи управления. Это значит, что у нас есть какие-то проблемы и нам нужно их решить. Но владелец этого автомобиля говорит, что у него как раз таки очень быстро сжирается бензин. Не знаю, связано это или нет, но, скорее всего, да. Вот такой итог по этой машине. Данному автосканеру имеет место быть в вашем автомобиле. Он сможет дать сигнал о том, что вам пора ехать в сервер. Насколько данные неисправности правдивы, трудно сказать. Но мне кажется, что все-таки программа не врет. Все зависит даже не от сканера, а от программы, которую вы используете. Я использую Torque, повторяюсь, она есть в Play Market, она есть платная, есть и бесплатная. В платной вы получаете более расширенную версию, в которой есть более большой функционал. Данный сканер это достаточно хорошая экономия, потому что вам не придется никуда ездить и каждый раз отдавать хоть 500 и 400 рублей. Один раз купили за 1000, используйте сколько вам угодно. На сегодня получился вот такой вот выпуск. Если вам понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня в драйве, ссылочка будет внизу. Пишите свои комментарии. Меня зовут Леонид Макаров. Всем пока, удачного дня.